Меня волнует вот что. Да, а теперь... Меня волнует то, что наши стали подражать Америке во всём. Вот вели вот это... Как в Америке. Медведев, он вообще тащится от американского всего. Но он вырос в те годы, когда идеализировали всё западное. Путин реальный пацан. Он ходил на разборки, служил в армии. А этот такой айфоноблудец. Его как не покажут, он вот так пальцами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но он трогательный человек, я сразу говорю. Вот я смотрю на него, я даже думаю, он, наверное, порядочный. Я даже верю, что его нефти не налили, газа не дали. Он и так тащится всего. Чего ещё наливать этого всего? Помните, поехал в Америку, ему айфон подарили. Он такой счастливый был, а баба в Макдональдсе покормил. Говорят, Медведев хотел заплатить, но обама сказал, у меня скидки. Я всегда подробь ел. А когда Медведев увидел Шварценеггера, у него и так-то глаза как двошли, честные такие. И он верит во всё, что говорит. Говорит, говорит. И верит в это во всё. Я дал поручение. И верит, что он дал поручение. У нас правителями были маньяки, тираны, пьяницы, алкоголики, бабники. Первый раз ребёнок. Национальную идею России он хочет выработать в Твиттере. У него теперь кликуха, айфончик. Есть тайваньчика, япончик, айфончик. Круче тайваньчика, все айфончики вместе взяты. И он действительно старается подражать во всём Западу. Он совершенно не знает нашей жизни. Модернизация. Какая модернизация? О чём вы говорите? Вы дороги видели? И чё там модернизируют? Проститутки стоят по всем дорогам. Твиттерин Анатольевич. Подойдите к проституткам, спросите, как у вас модернизация? Они скажут, переходим с панели на плазменную панель. И он верит в это. Часовые пояса сократил. Неделю назад я был в Германии. Утро цветает, вечером темнит, у нас всё время темно. Как это можно было такое натворить в России? Люди работать не могут. Но ему кажется, что вот он новые технологии. Милицию в полицию. Как он додумался? Как ему взбрело в голову? Может, могло обаме взбрести в голову, переименовать полицию в милицию? Ну у нас полстраны думал сначала, что прикол. Знаете, наши, когда слушают новости, они едят вечером. Вот полстраны поперхнулось в этот момент. А в принципе сказали, да, полицейские, милицейские. Менты, козлы, как были, так и останутся. Меня спросили журналисты. Мне журналисты иногда задают умные вопросы. А кому они зададут умные вопросы? Бастову, Киркорову? Чего бы не задавали, те скажут, мы любим вас. С Новым Годом! Мне задали вопрос журналисты в Сибири. Как я отношусь к переименованию? По-моему, я хорошо сказал. Если публичный дом перестает приносить доход, надо менять девочек, а не название дома. Но поганее всего другое. Переименовали давно, но в этом году было одно событие в связи с этим. Наша милиция поверила, что она полиция. Зимой в очках ходит солнечное. Копы калифорнийские палками марш. Не важно, что пузо-тележка в супермаркете катится перед ним. Перестали водку пить. Вискарь жрот. И вот медведи, смотрите, а этот закон, вот это все идет от его технологии новых. Ввели по телевидению плюс, 12 плюс, 16 плюс. Есть два плюс. Хоккей. Недавно смотрю, два плюс. Среди чиновников бывают здравые люди. Но когда они попадают наверх, там какая-то зараза наверху сидит. У них что-то мозг распадается, по-моему, в этот момент. Это слепой. Зачем Америка ввела это, 17 плюс 18, чтобы не засудили потом. И все, им пофиг дым, кто это смотрел. Наши взяли это, тоже. В результате, ну погоди, не засмотрел. Блокада, фильм, солдаты. 18 плюс, а дом 2, 16 плюс. А с 23.00 только наши мультяшки можно смотреть. Волк. Плохой пример для детей продает. Курит. Ходит походкой криминального авторитета. И что совсем погано, прижимает зайца к себе. Сексуальная краска. Я говорю, тогда давайте все мультяшки уже вырезайте. Ёжик в тумане. Наркодилер просто. Еще кричит, лошадка, лошадка. Слушайте, я так заговорил, что я забыл, с чего я отвлекся. Да и все эти фразы детские. Надо вырезать. Там эротическая краска. Если так подходить. Ну что это такое? А слониха вся дрожа, так и села на ежа. Нехороший пример для детям подает. Я боюсь, что из политкорректности начнется то же самое. Уже началось. Но если у нас вместо мамы папа будут говорить родители, надо родители. А вы знаете, что-то хорошее в этом есть. Наша нецензурщина будет мягче звучать. Ут, свою родитель надо родить. А у америкосов, моих любимых... Я же, если я про американцев не скажу, вроде бы зря пришли на концерт. У америкосов еще... У них теперь и толстым нельзя говорить. Это обижает толстых. То есть толстым можно быть. Но вот юридическая замена... Горизонтально ориентированная. Они не тупые, они идиоты. Толстый хоть похудеть может. А горизонтально ориентированным никуда. А проституткой быть можно. А говорить проститутка нехорошо. Обижает. Вот работа не обижает. В советское время, конечно, это слово нельзя было говорить со сцены. Безусловно. Я придумал другую замену. Ну как у меня красиво было. Девушка с заниженной планкой социальной ответственности. Ну красиво, да? А у них жертвы обстоятельств. Вот если у нас это ведут, я очень хочу поглядеть на это. Как пацан на джипе подъезжает. Говорит, две жертвы ко мне. Давай, быстро. Ой, а с полицией ко мне подошли два... У нас же теперь переаттестация по медведеву идет. И конная полиция ее переаттестовывали. Ну 50% только прошли переаттестацию. И теперь в Москве в конной полиции работают только кони. А в Тамбове ко мне подошли два пацана. Говорят, мы как были милиционеры, так и остались. Нас так и зовут в семье. Милиционеры. Потому что, представляете, иначе. Мы же не можем всерьез даже вам этого сказать. Мы работаем в полицейском отделении... В полицейском отделении Ленинского района. У Ленина мозг взорвался в Мавзолее, если бы он узнал об этом. Хорошо. Переходим еще к спортивным некоторым событиям. Ну, чемпионат, смотрите, Европы по футболу. Незабываемые совершенно. Конечно, наши проиграли... Ой, а комментатор меня порадовал. Помните, голландцы проиграли в Харькове. И комментатор, который вел этот матч, сказал, голландцы пожаловались, их не устроило качество харьковской травы. Но на наших очень обиделись болельщики-футболистов. Хотя Аршавина Андрей никогда в жизни не ощущал такой мощной моральной поддержки фанатов, как после этого проигрыша, последнего с греками, его буквально завалили в интернете подбадривающими сообщениями. Не грусти, похрусти. Знаете, почему Киржакова детей нет до сих пор? Не попало. Ну, нового тренера назначили в этом году в футбольной сборной Фабио Капелло. Я не знаю, поняла, что он сказал в первом интервью в России или нет, но сказал он классно. Следующее, цитирую. В первый раз в жизни он признался, что будет тренировать россиян. И это будет очень сложно, поскольку до сих пор он всю жизнь тренировал футболистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова